Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик Государственный комитет по чрезвычайному положению. Постановление номер Сур-03 от 31 марта 2023 года. Настоящим выражаем свою признательность и почтение всему великому единому суверенному советскому народу Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и всему мировому сообществу. И провозглашаем следующее. В целях исполнения декрета Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик о перерегистрации и реорганизации государственной кампании Российская Федерация «Россия», номер ПВК-033 от 23 марта 2023 года, постановление Государственного комитета по чрезвычайному положению, номер Сур-01 от 30 марта 2023 года, в целях защиты и стабилизации экономики, хозяйственной деятельности на суверенной территории Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, в частности, на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР «Россия», по праву Суверена, на основании Суверенного законодательства Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и Суверенного правового акта Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, в виде постановления СССР об объявлении военного положения на всей территории Союза Советских Социалистических Республик от 30 января 2020 года, а также норм международного права, постановляет. 1. Все юридические формы предприятий и организаций, осуществляющих различные виды гражданской и хозяйственной экономической деятельности, зарегистрированные в Советской государственной компании Российская Федерация Россия, кроме организаций и предприятий, которые осуществляют свою деятельность в сфере государственных монополий, на основании законодательства СССР на суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, на основании Международного закона о паевых потребительских кооперативных обществах и союзах. Законы СССР о кооперации в СССР от 26.05.1988 года, а также норм международного права, переходят в статус кооперативных предприятий СССР с индивидуальной паевой формой собственности, которая защищена суверенным законодательством Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, а также нормами международного права, освобождается от уплаты налогов. Второе. Организации и предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сфере государственных монополий на основании законодательства СССР на суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, имеют статус государственных предприятий СССР и регулируются государственными правовыми актами СССР. Всему великому, единому суверенному советскому народу Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. Всем управляющим компаниям, находящимся и работающим на суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, исполняющих функцию государственной советской власти вне зависимости от юрисдикции их регистрации. Всем частным компаниям, находящимся на суверенной территории страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, выполняющих функцию законодательной, исполнительной и судебной власти Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. Всем частным компаниям, находящимся на суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, выполняющим функцию правоохранительной и правозащитной народной власти, вне зависимости от юрисдикции их регистрации. Всем частным военным компаниям, находящимся на суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик и выполняющим функцию частных военных компаний и Министерства обороны вне зависимости от юрисдикции их регистрации. Беспрепятственно оказывать содействие в выполнении декрета Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик и настоящего постановления. В случае игнорирования любым субъектам права, а еще хуже противодействия исполнению декрета номер ПВК 033 от 23 марта 2023 года Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик и Настоящего Постановления Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, данный субъект права признается преступным, относится в категорию сепаратистов и международных террористов. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. Председатель ГКЧП Сатушиев, комиссар ГКЧП Черноморов, секретарь ГКЧП Горбачева.